По поводу общины, у нас сейчас идет конференция в Зуме, и по идее я на ней должен присутствовать. Она уже 38 минут идет. Пакет единого неба. Интересно, какой он, бумажный или пластиковый? Вот тут можно его и там, и тут ловить. И законы СССР применять, и РФовский. Но опять же, к нему, постоянно его тыкая в этот, что ты же, ты же давал клятву. Перед творцом будешь отвечать, сам перед собой будешь отвечать, потому что ты сказал дважды, клянуся, сам себя прокляну. И рано или поздно это проклятие к тебе вернется, когда созреет. Вот так. Так вот я сразу на верхний уровень выхожу и говорю, отвечать будешь напрямую перед творцом. Давал клятву, будешь отвечать. Я тебя предупредил, теперь ты об этом знаешь. Раньше ты не знал, тебя могли простить по незнанию, а теперь ты знаешь. Теперь тебя никто не простит. Будь здоров и живи дальше, как знаешь. Вот так действует. Дал клятву, взял на себя обязанность. Будь добрый, исполняй, иначе сам себя проклянешь, и будешь отвечать перед творцом. Несколько дней назад мне прислали ссылку на тот документ, который я вот как раз тебе и пересылал, Антон. Вот этот, каноны вот эти. Это вторая часть. Мы его стали разбирать, но если честно, мы в первый день ничего там совершенно не поняли. Потом человек, смотря твой ролик, нашел ссылку под ним на каноны, но только более как другого содержания. Мы попробовали разобрать их. Там их очень много. И опять же, мы с этим никогда не сталкивались, и понимания никак не смогли найти. Главный вопрос, как нужно их изучать, чтобы более-менее хотя бы прийти к пониманию? Или нужно ли их изучать вообще? Такая ситуация, что действительно понять не можем, а нужно ли или не нужно? Ну, как бы вот вопрос такой, самый главный, как бы. А в дальнейшем уже по факту разъяснения, естественно, будут появляться вопросы. Каноны, каноны. Так, изучать стоит, но не применимо к себе, а применимо к тем должностным лицам. То есть эта инструкция, именно она в большей своей части, она относится именно к должностным лицам, так называемым. Там прописано, кто они, что они, как имеют право действовать, не действовать, что и разъясняются такие понятия, как там проклятие, благословление, что такое кварки, что такое энергия и т.д. и т.п. Там очень много знаний зашито. Это все, это не обязательно принимать как истину. Но кое-что я из этих канонов уже протестировал, и это, как говорится, сработало. Но вот, допустим, мировой судья, так называемый, Король Леона Петровна, на втором заседании заявила, что мне отправят там в течение трех дней все это решение. Однако три дня прошло, и ничего она не прислала. Я ей тут же по электронной почте, что красным шрифтом, текст, что вы публично под видеопротокол заявили, что предоставите там, отправите на электронную почту. И сделал приписку, не ссылаясь на каноны, но дал понять, что я текст из канона взял. А там сказано, что низшие лица, должностные в кавычках, если будут уличены в мошенничестве, то они самоизничтожаются таким образом, если они мошенничают. Я ведь сделал приписку. В случае неисполнения взятых вами на себя обязательств, ваши действия будут расстояниться как мошенничество. Менее чем через сутки мне прислали решение. А тогда еще сразу встречный вопрос. Их надо изучать именно с какого-то определенного, или сначала, где первоначальный источник, где искать? Первоначальный источник, значит, у меня есть видео на моем канале. Так, я могу демонстрацию включать? Да, конечно. Вот на моем канале Сургутнадзор2 в Ютубе есть прямой эфир от 16 числа. 16.01.2021. И вот под этим видео я разместил... А, тут у меня не каноны. Тут у меня ссылки на Индосаминт, именно про Индосаминт. Так, хорошо, тогда покажу про каноны. Видно, да, на экране? Да, видно. О, вот их сколько, видно? Да. И каждый файл на очень много страниц. Ну, вот, допустим, Божественное право. Что в Божественном праве? Я сам их еще не все изучил. Ну, допустим, в Божественном праве, вот самый первый канон, да, начинается? Первый и так далее. Я тут только на последней странице изучил. Ну, это мне распечатали, и я только на последней странице нашел интересную информацию. Как она звучит? Именно про проклятие и про благословление. Самое сильное положительное высказывание веры – это, безусловно, благословление для другого, которое при возвращении благословляет Создателя и его наследников. То есть, если ты творишь добро в отношении других, то тебе возвращается добро. Ну, это как бы присказка. Самое главное дальше написано. Самое сильно отрицательное высказывание веры – это торжественное проклятие. Вспоминаем, да, что делают торжественно. Присягают. Говорят буквально клятву. Я такой-то торжественно клянусь, а слово «клянусь» буквально означает, если разобрать, там, «клянуся». Вот суффикс «ся» означает «сам себя». То есть, прокляну сам себя, если что-то не исполнит. Получается, люди добровольно сами себя проклинают и все свое поколение, то есть, всех своих наследников, если что-то не будут исполнять. Ясно, да? Также, если вы кого-то проклинаете, то вам это проклятие тоже вернется. Соответственно, я вот из этого всего делаю выводы, что... И причем проклятие не может быть это. Однажды сотворенное в духе, ничто не может быть разрушено. То есть, ни одно проклятие не может быть разрушено. Точно так же, как и благословление. Поскольку торжественное проклятие не может быть снято, оно может только созреть, чтобы вернуться к создателю и наследникам. То есть, любое оклятво, любое проклятие, любое негативное высказывание в адрес другого человека, оно не может быть снято. Вы можете только помолившись у Творца попросить прощения и все остальное, но рано или поздно вам же вот это проклятие, негативное высказание вернется обратно. Вот я вот такую полезную информацию отсюда вычерпал. Я как бы это все и раньше знал, но здесь это четко прописано. А получается, вот если я правильно для себя понял, могу ли я изучать вот эти каноны по факту сложившейся ситуации? Вот допустим, у меня сейчас на данный момент есть вопрос, но у меня нет ответа. И я ищу подходящий канон к этому вопросу. Так я могу изучать? Ну да, вот смотри, я ищу слово мошенничество в канонах федуциарного права. Так, что тут написано, которое сделало, создало возбуждение доверителей, совершает акт мошенничества. Нет, значит дальше где-то должно быть. Вот я хочу найти именно тот канон, который я использовал для короля Елены Петровны. Изничтожается. Можно вообще все вот эти каноны, да, вот они у меня разделены на несколько файлов, ну потому что они там различаются на божественные, там естественные и так далее, право. Их можно в один файл загнать и дальше вот просто пользоваться поиском. Ctrl-F нажал, поиск, и ищешь слово мошенничество. Вот тебя интересует, что там в результате мошенничества происходит? И ищешь. Да, потому что сейчас, ну, более-менее уже встает на свои места немножко. Подожди. Блин, я уже не помню, в каком-то, в одном из своих видео я это, прям показывал, в каком каноне это все. Про воле изъявления говорится в канонах, что наивысшим проявлением воли человека является именно воле изъявления. И оно не может быть ничем и никак не опровергнуто, и не исполнено. То есть, почему вот все начали воле изъявления использовать вместо требований, ходатайств, просьб, там, обращений, заявлений и т.д. и т.п. Это все вот, кто-то вычислил в канонах, ну, я так предполагаю. Так, что-то я не могу найти, сейчас попробую по-другому. А у самого воле изъявления есть какой-либо шаблон? Или это все-таки пишется уже от познания самого себя, как ты это видишь? Ну, какой шаблон? Что такое воле изъявления? Надо слово разобрать. В каждое слово надо вдумываться. Вот услышал новое слово, вроде как бы привычно, а что оно означает, не ясно. Так вот, в моем осознании воле изъявления – это воля изъявия, проявление своей воли. Мы уже давно на практике, многие люди и в Сургуте, и вообще везде в моем окружении, мы давно уже заметили, что слова «я хочу» просто творят чудеса какие-то. Вот ты приходишь куда угодно, тебе говорят, нельзя, оденьте маску там, нельзя без маски, ничего не продадим, вас не обслужим. Сейчас полицию вызовем и все остальное. Ну, как только ты говоришь «я хочу» без маски, вдруг все получается без маски. Вы не тестировали это слово? Вот эти два слова элементарны. Свою волю можно проявлять разным способом, через слова «я хочу». Можно сказать, есть как бы проявление воли, что ты хочешь, а есть проявление воли, что ты не хочешь. Вот я, там, большинство пользуется вот этой стороной. Я не хочу, там, жить в плохой стране, я не хочу бедствовать и все такое. То есть, любого спроси, что он не хочет, он тебе сразу ответит. Миллион, миллион ответов, что он не хочет. А вот спроси его, что он хочет, и у него будет затык. Не когда ты говоришь «пиши воля земления», все пишут там «воля земления», все, а потом в конце пишут, и там «я требую», на основании вышеизложенного «я требую». И вот уже устало пояснять, что требую – это настоятельная просьба. Вы просите, вы не говорите, вы не проявляйте свою волю. Ну, вы как бы проявляете, но вы говорите, что я этого как бы хочу, но если это не случится, то ну и ладно. Вот это просьба называется. А когда ты четко говоришь «я хочу, чтобы было так-то, так-то», причем в прошлое записываешь, чтобы было уже сделано. То есть, я в своих воля землениях писал это «я хочу, чтобы там разбирательство по делу было прекращено», ввиду отсутствия состава правонарушения, все. Я не написал, что я хочу, чтобы вы прекратили там разбирательство по делу, неизвестно когда, в будущем или сейчас. Я записал все в прошлое, чтобы было прекращено. И вот когда человека спрашивают, что он хочет, он просто теряется. Действительно, а что я хочу-то? Когда он вроде понимает, что он хочет, но он не может, это не то, что в словах, он ни письменно, ни в словах, никак не может, даже мысленно не может сформулировать, что он хочет. Вот в этом главная сложность заключается. Потому что нас всех отучили формулировать то, что мы хотим, проявлять свою волю. Вот когда ты приходишь в магазин, и вот я уже, у меня так много раз было. Вот захожу в магазин, где-то месяца два назад, тот, в который я всегда хожу. Тут смотрю, у них изменения. У них чуть ли не на каждом косяке, на каждом стекле, на каждой плитке напольной, везде все написано. Маски, 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 маски. Такой не магазин, а какой-то маски-шоу какой-то. Захожу, они все в масках. Все посетители в масках, все покупатели в масках, все продавцы в масках. Я захожу, спокойно жду своей очереди. Выходит какая-то женщина, говорит, а где ваша маска? Я говорю, а мне что, должна быть маска? Говорит, ну у вас есть маска? Я говорю, ну иногда бывает. Говорит, оденьте маску. Я говорю, а я хочу без маски. И тут какое-то чудо произошло. Она забыла, вот она ко всем посетителям ходила, говорила, оденьте маску, оденьте маску. Сейчас, сейчас типа это. Оденьте маску ко всем. А как только я сказал, я хочу без маски, она все, я для нее перестал существовать. Она начала ко всем говорить, оденьте маски, кроме меня. А мне сказала, заказывайте. Да, вот поэтому я обратил внимание на волеизъявления. Потому что вот я только сейчас вот эту фразу более-менее понял. Потому что везде как бы они пишут волеизъявления, какие-то шаблоны, а они не работают. А они потому и не работают, потому что вы пишете волеизъявления, но при этом дальше по тексту в просительной части пишете либо прошу, либо требую. А надо писать свою волю, не просьбу. Просьба – это воля, которая может быть отклонена. А вот настоящее проявление воли, оно не может быть отклонено. Потому что если ты нарушишь волю человека, который живет по совести, и за которым стоит Творец, и вот, как говорят, между мной и Творцом нету посредников. То есть, по сути, человек-проводник божественной воли здесь. И нарушать волю другого человека – это наихудший поступок, который может быть сделан. Но они ведь это понимают, но действуют осознанно. Многие этого даже не понимают. Я же говорю, вот куда не заходишь, говоришь, я хочу, и вдруг получаются какие-то чудеса. Люди, как будто вот перед тобой стоял генерал, ты ему говоришь, а я хочу без маски. Он раз и рядовым стал. Он сам не понимает, что он делает, но он идет тебе навстречу. Ну, я как бы больше имел в виду вот этих, в кавычках, законотворцев и судей. А, черные мантии? Да, они-то это должны понимать. Они это все знают. Но даже если они этого не знают, то, я же говорю, там непонятно, какие силы подключаются. Может, на тонком плане там что-то происходит. Может, там какие-то войска света прилетают, я не знаю. Но ситуация меняется кардинально. Ну, в принципе, по отношению к физлицу они могут так поступать, а к человеку уже нет. Нет, это недопустимо. Ну, вот. А если ты себя осознаешь физлицом, значит, они могут беззаконно вот такое творить. Физлицо – это что такое? Ну, это бумага. Это какой-то документ. Ну, это не есть человек. Даю четкое, короткое, универсальное определение. Что такое физическое лицо? Физическое лицо – это передняя часть. Это неодушевленная передняя часть человеческой головы. Логично? Ну, лицо. Физика что изучает? Неодушевленную природу, правильно? Явление в неодушевленной природе. Неодушевленная передняя часть человеческой головы. Вот это физическое лицо. То есть, по сути, маска. У которой есть свой документ. Паспорт, то есть. Ну, паспорт – это и есть маска. Ты когда приходишь и показываешь паспорт, то ты буквально вот так вот делаешь. Вот, вот это я, вот смотрите. Физическое лицо равно личности. Кстати, слово «личность», а слово «личина», то есть маска. Если вы говорите, что вот они что делают-то в первую очередь? Они устанавливают личность. То есть, они ищут маску, личину. Где вот эта маска? На каком физическом теле надета вот эта вот маска? Если ты говоришь, вот. Ну, это как в театре. Кто сегодня исполняет роль Булгакова Антона Николаевича? Где эта маска, личность вот эта? И тем самым ты уже подтверждаешь, что ты как бы в их театре находишься? Да, это натуральный театр. Вот когда дойдет до вас, вы очень легко будете ориентироваться в это. Вот они четко сами себя называют. Мы, я, говорит, это должностное лицо, судья. Она сама себя лицом называет, что она играет роль в суде. Потому что в этом, в УПК, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, там статья 5, пункт 54. Там четко прописано определение, кто такой судья. Вот если черная мантия назвалась судьей, или кто-либо назвался судьей, то есть самоопределился, все построено на принципе самоопределения. Назвался груздем, полезай в корзину. Вот она назвалась судьей, значит, она сама себя назвала согласно УПК. 5, 54. Судья – это должностное лицо, уполномоченное совершать правосудие. То есть ключевые слова – должность, лицо, полномочия. Соответственно, будьте добры, предъявите документы, подтверждающие вашу личность, должность и полномочия. Не предъявили, ну, а тогда вы, ну, как говорится, незаконно играете эту роль. Нету к вам доверия. Получается, любой может примерить эту маску и ходить с ней. Одел черный мантий, все, смотрите, я судья. Оп, снял черный мантий, все, я не судья. Так получается. Так получается так. Но они-то не могут подтвердить свои полномочия. Был уже прецедент. Да миллионы таких прецедентов. У всех наверняка были. Вот мне вот лично, я видел больше 20, может, даже 30 с этих черных мантий. Никто ни разу ни один документ не показал. Даже удостоверение этого так называемого судей. А почему они не показывают? А потому что их сразу можно на лжи поймать. Потому что они называются фамилией, именем и отчеством. И еще говорят, что они должностные лица. Я уж почему вот на втором заседании, в конце второго заседания подошел к королю Елене Петровне. Она в черной мантии была еще. Я спрашиваю. Слушайте, я говорю, вот вы представились должностным лицом. А по факту я перед собой вижу живую женщину. Я могу к вам обращаться, живая женщина, Елена? Она говорит, нет. А вот если бы она показала документ, я бы тут же ее поймал на слове. Так вы сами себя называете фамилией, именем и отчеством. Так вы лжесвидетельствуете. Потому что вы-то, я же вижу, что вы не фамилия, имя, отчество. Вы живая женщина. Вы говорите, вы дышите, вы двигаетесь. Вы по всем внешним признакам похожи на женщину. А говорите, что вы должностное лицо. Но это все равно, что провожу, чтобы конкретно было ясно. Приходит человек в зеленой мантии и говорит, я елка. Вот я елка. И верьте мне на слово, я елка. Ты говоришь, а покажите, где у вас иголочки, корни. Каким образом вы вообще это? Где у вас эти годовые кольца хотя бы посчитать? Где у вас кора? А говорит, не предусмотрено законодательством проверять эти документы у елки. Ну, на самом деле так. Вот я елка и все. Вот верни и все. Вот я в зеленой мантии, я елка. Вот это похоже на какой-то этот. Не просто спектакль. Не просто сцену из фантастического фильма. А вот на такой вот фильм похоже. Театр абсурда, в общем. А он и есть театр абсурда. Да, да, да. А вот такой вопрос есть. А вот эти каноны, данные, которые можно рассматривать, они как-то соотносятся к конам мироздания? Или это отдельная тема? Коны мироздания, они намного выше, насколько мне известно. И коны мироздания, я их не разбирал, но мне кто-то их писал. Что-то они мне там не понравились. Вот эти файлы в основном я взял у Топоркова под его видео. Про генерального исполнителя здесь тоже, вот в этих правах везде написано. То есть вот эти каноны можно использовать против них. Их тыкать вот в эти каноны. Потому что, скорее всего, я предполагаю, что они, может, приняли, может, не приняли присягу. Но вот эти каноны как-то влияют на них. И они всячески пытаются их соблюсти. Но если они их нарушат, они будут нести прямую ответственность перед отцом. Тут в этом смысл. Ну, тогда получается, что среди судей все равно не до конца есть тот состав, который более или менее он понимает. Потому что я, как мне думается, что там половина должностей куплена. Они сами, скорее всего, не осознают, что они творят. Мне кажется, все они знают, прекрасно понимают. И поэтому люди проигрывают в свои дела, в которых они участвуют. Именно потому что судьи их, как физлица, видят и представляют так же. И отношение к ним такое. Это мои мысли. Как чемодан. Да, как чемодан. Скажите, пожалуйста, все-таки они должны судьи показывать свое удостоверение или нет нам? Я так маленько и не поняла этого, недопоняла. Ну, по идее, ни один закон Российской Федерации не предусматривает, чтобы они что-то вообще показывали. Не прописано это нигде. Но некоторые показывают. Но они показывают только тем, кто считает себя физическим лицом. Кто не способен их изобличить во лжи. Вот мне ни разу не показывали. А вот тот, кто приходит и говорит, да, я гражданин, я физическое лицо, все дела, покажите удостоверение. Но они ему показывают. На, смотри. Потому что он, скорее всего, поверит в это удостоверение. И поверит, что это судья сидит. Все, спасибо, я поняла. А мне не показывают? Ну, ни в какую. Никак. Ну, поговорите кто-нибудь. Я пока поищу вот этот канон. У кого-то есть вопросы? Он занят. Зачем мы будем вопросы задавать? Нет, ну, между собой хотя бы кто-то кому-то. Нет, а мне задавайте вопросы. Я могу параллельно поискать. А чему с маленькой буквы, Антон? А, капитус диминутия минимум. Слышали о таком? То есть ограничен в правах минимально. Из римского права. Все, большими буквами это ограничен максимально в правах свободы. По сути, раб. С большой, первая буква большая, остальные маленькие, это гражданин, который имеет право там выбирать. А с маленькими буквами все, это вообще не ограничено в правах и свободах никак. И плюс буква О первая, чтобы вообще уйти от этого, от предыдущего имени. То есть имени, которое прописано в свидетельстве о рождении и в паспорте. И плюс смысл меняется, образ меняется, все меняется. То есть изначально заглавных не было, получается, когда появились документы, появились заглавные. Не знаю этого. Ну, смотрите, как делается это? Вот в разговоре вы произносите, что... В разговоре вы используете большие и маленькие буквы? Как-то это слышно, что у вас вот это определенное буква или определенное слово произнесено большими буквами? Нет такого. То есть речь, она течет именно просто буквами, правильно? Не большими, не маленькими, а просто буквами. А когда это... Вот как применяют большие буквы, когда пытаются слова перевести в текст? Если маленькими написано, то получается, человек просто разговаривает. А если капслоком написано, то человек что-то орет. Логично? Логично. Ну, вот орет, раздраженный. И это, вон, СССР силов в единстве, вон, написано капслоком. То есть он большими буквами, очень громко говорит об этом, можно так сказать, если в речь перевести. СССР можно с маленькой буквы написать на данном уже этапе развития. А вот силов в единстве, я буду как бы еще на этом останавливаться. Второй вопрос есть у меня. Все мы, допустим, так или иначе сталкиваемся с людьми и кому-то пытаемся что-то рассказать, чтобы пробудить человека. У тебя есть такое? Ты только помогаешь тем, кто обращается, или больше сталкиваешься с людьми и пытаешься что-то рассказать? Как ты вот себя в этом смысле ведешь? Вопрос неясен. Допустим, еду в такси, человеку рассказываю, на какой-нибудь теме разговор начинается, я рассказываю человеку, понимаю, что он не знает ничего и пытаюсь его пробудить, разбудить, говорить ему, что происходит у нас в стране примерно. А, ясно, ясно. Ты, короче, нарушаешь кон неведение. Ты его спросил, прежде чем ему разъяснять это? Он вообще хочет об этом знать? Да, 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 да. То есть именно спрашиваю, да. Иной раз я спрашиваю, уже приехал. Я спрашиваю, рассказать нет. То есть есть такое. Ну вот, а когда ты спрашиваешь, ты не нарушаешь кон неведение. А когда просто так тарахчу, понял. Нет, ты можешь ему рассказывать просто так, там, свой опыт. Вот только что съездил, там, сюда приехал, короче, в черную мантию, там, это, с ней так-то поговорил и все такое. А вот и не навязывайте ему эту информацию. Если он скажет, хоре, ну, что... Ну, по ней, это понятно. А если он заинтересуется, вот тогда он проявил свою волю. Вот я спрашиваю, как у тебя это происходит в жизни или нет? Конечно, происходит постоянно. Мне же в звонки поступают, если человек звонит, я говорю, давай вопросы, задавай вопросы. Через вопросы тоже проявляется своя воля. Если ты задал вопрос, значит, ты уже хочешь знать ответ на этот вопрос. Логично? Да. Вот мне когда задают вопрос, если человек задал вопрос, то я отвечаю на этот вопрос. До тех пор, пока он мне не задал этот вопрос, я ему не вливаю информацию в уши. Понятно. Иначе буду отвечать за это, потому что это кон неведение называется. Он не хочет знать об этом. Ну, наверное, не хочет. Он же не сказал, что он хочет конкретно. А раз он не сказал, то, скорее всего, он не хочет. А я ему пытаюсь что-нибудь влить. Соответственно, я нарушаю кон неведение. И за это буду отвечать перед Творцом. Ну, на вопрос ты ответил, Антон. Есть у Дмитрия вопрос. Хочу добавить. Поэтому, когда вы к вам, если вы хотите что-то для кого-то донести, разбудить, как говорится, то вы сначала поинтересуйтесь, а хочет ли он проснуться. Мне многие прям так и говорят. Он мне говорит, все устраивает. Мне так удобно. Я работаю в «Газпроме», у меня зарплата 300 тысяч. Какие там коммунальные услуги, какие там штрафы, о чем ты говоришь? Для меня это копейки. Мне, говорит, все устраивает. Я живу шикарно. Я не хочу это все знать, что ты меня тут катаешь. А вы ему вливаете упорно. Будете отвечать. Поэтому, прежде чем что-то вливать в информацию, надо это, чтобы человек сам проявил волю, что я хочу знать. Или вопрос бы задал. А что это такое? А как это? Вот тогда можно ему рассказывать. А до тех пор, ну, это, я говорю, это опасно. Все. Дмитрий. Только сейчас уяснил, что я нарушаю кон невидение постоянно, причем. Значит, хороший вопрос задал. Расскажи пример, как нарушаешь. Вливает в уши. Да, вливаю. Настя, иди туда, пожалуйста. Вливаю в уши своим родственникам, что надо просыпаться, что нас убивают и так далее. Нету, все дела. Они сопротивляются, кричат, что комик есть. И мы на этом спорим постоянно. Говорю, да нету-то ни хрена. Вот где он? Он не доказан, что он есть, блин. Я им объясняю, что это чистка душ идет. Это естественный процесс земли. Это периодически должно быть так. Но они не понимают. Ну, ладно, хрен с ним. Я теперь понял, что я никому ничего не должен вливать в уши. И не буду это делать. Постараюсь больше не нарушать этот кон невидение. Я просто не знал об этом коне. Благодарю, что Антон сказал об этом. У меня есть видео, кон неведение называется. Там тоже мне звонит мужчина и не поймет, говорит, за что. Он, говорит, всех просвещает, ходит по магазинам, рассказывает, что маски не это, и т.д. и т.п. А ему база это, два или три штрафа, что ли, врубили. Он говорит, за что? Я ему разъяснил. Ты, говорю, приходишь и начинаешь людям вливать информацию, которую они не хотят знать. Они не проявляли свою волю. Они нигде об этом не озвучили, что они хотят что-то узнать от тебя. А ты приходишь и вливаешь им. Ну да. Так она и есть. Я прихожу и вливаю всем подряд. Они не то, что сказали. Вот когда тебе придут и скажут, я хочу знать, расскажи мне. Вот это проявление воли. А есть еще проявление, скажем так, проявление воли незнания. Оно обычно никогда не озвучивается. Вот когда ты начинаешь вливать, редко кто может сказать, да нафиг ты мне это расскажешь, мне это нафиг не надо. Вот это тоже воля. Но обычно об этом молчат. Если человек что-то не хочет знать, вот ты мне скажи, вот ты хочешь знать, как трупы вскрываются, как их обследуют, как их утилизируют. Тебе нужны вот эти знания? Да. Да? Мне все интересно. Все интересно. А мне вот неинтересно. Я вот не хочу об этом знать. И вот если ты мне начнешь это все рассказывать, вот прям сейчас. Я, естественно, начну проявлять свою волю и скажу, нет, стоп, я не хочу этого знать, остановись. И вот если ты не остановишься и дальше будешь вливать информацию, ты за это ответишь перед Творцом. Я там огребу хорошо, да. Обратка обычно сразу прилетает. Ну, обратка, да, прилетает, заметно прилетает. Теми рушатся, расходятся. А вот что тебе делать в таком случае? Так ты в мысли, будь, как говорится, это твой урок. Вот у тебя вот очень хороший урок. Как? Как донести информацию до родных, если они не хотят слушать? Ну да, хороший вопрос. Как это сделать? А вот создай такую ситуацию, чтобы они сами заинтересовались. А, вон оно что. Ну, она скоро сама создастся, они потом вспомнят мои слова просто и все. Я просто уже подумал, я, блин, десяти раз говорю, и то, что я больше не буду никому ничего рассказывать. Но все же я это делаю, блин. Ну, получай обратку, в чем проблема? Ты понимаешь, что ты сам себе хуже делаешь, потому что вот ты их настолько достал, что даже если вдруг их заинтересует эта ситуация, они в первую очередь пойдут не к тебе, потому что ты их уже достал. Они начнут в другом месте искать. Ну да, я понял. Блин, интересно. Что интересно, все элементарно. Африку, что ли, открыл или что? Для меня, поверь, для меня, Антон, ты Африку открыл сейчас. Ну, давай еще Америку откроем, в чем проблема? Давай еще вопрос. Хорошо, еще один вопросик маленький. Вот ты говоришь про паспорт, то, что вот большими буквами написаны наши фамилии, имя, отчества, да? Вот, если мне пойти паспорт поменять, я его ушатал настолько, что он, ну, в хламе просто паспорт, ну, даже через микроволновку. Подожди, ушатал настолько, что буквы из больших в маленькие превратились? Не, он у меня в микроволновке побывал просто. А, больше пяти секунд? Больше пяти секунд, сзади пленочка сгорела. Ну, зря, зря. Можно ли, сейчас, Зелимхан, можно ли их заставить написать буквы хотя бы, чтобы они были, ну, как стандартно, заглавные буквы, ну, то есть фамилия, имя, отчество с большой буквой, но не все буквы капслоком. Можно их заставить? Ну, не знаю, я это, многие пытались, но я ни разу не слышал, чтобы у кого-то получилось. А, то есть это бесполезно, они сунут все равно эту хрень, да? Почему, почему бесполезно? Если у тебя есть желание, попробуй. Твое желание, оно порождается из души, это запрос твоей души. Если у тебя возникло такое желание, то это, как говорится, твоя душа желает приобрести этот опыт. Хорошо. Моя душа вообще желает сжечь вон нахер этот паспорт. Честно сказать. Вот когда поменяешь буковки, тогда можешь с чистой душой делать все, что хочешь. Ну, да, да. Ясно, благодарю тебе за ответы. Потому что если ты сделаешь наоборот, то у тебя буковки не получится поменять. Ну, да, я понял. Благодарю за ответы. Зелимхан что-то хотел сказать, спросил. Доброго всем вечера, Антон, добрый вечер. Я хотел вопрос такой, не вопрос. А если я в курс человека ставлю, это будет нарушением кона? То есть я вот пришел и в курс поставил, кто я, что я и зачем я. И как со мной вообще могут они отношения выстраивать. Ты в курс чего поставил? В курс кто ты? Ну да, но я могу таким образом поставить, что выложить все, грубо говоря. Ну, или часть какой-то тематики, например, выложить. Но я-то ставлю в курс этим, что я, например, гражданство у меня советское. А, ясно, ты, понятно. То есть ты, как говорится, злоупотребление представлением, скажем так. Ты вместо того, чтобы прийти и сказать, привет, я живой мужчина, хозяин имени Антон. Ты им начинаешь. Привет, я живой мужчина, хозяин имени Антон. Я родился в СССР и т.д. и т.п. Короче, а вот божественное право, а вот юрисдикция, а вот этот ГПК, а вот ГК, а вот Конституция и то, и т.п. Да подожди, не перебывай, я же еще не представился, да? Да, 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 да. Ну, а тебя кто-то попросил вот так представляться? Ну, сразу расставить точки над «и», чтобы они не имели возможности. Ты мне скажи, у буквы «и» сколько точек? Две. Ну, смотря опять какая «и». У «и» же и две. Ну, давай, давай так, максимум две, да? Ну, да. То есть вот отсюда выражение в двух словах. Скажи кто ты. Блин, так интересно. А ты начинаешь вот этот пулемет Гатлинга завел свой, да, и тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, да. Бесконечными патронами. Ну, под эту дудочку-то можно чуть-чуть заложить. Будет ли нарушение вот этого кона, не менее. Ну, попробуй, что я тебе могу сказать. Потом не удивляйся, если обратка от «Творца» прилетит. В таком же виде. Когда тебя, не знаю, в камеру посадят и начнут. УК РФ статья 1. УК РФ статья 2. УК РФ статья 3. УК РФ статья 4. И так будешь слушать, пока уши не завянут. Ясно? Ну, так-то, да. Понял, благодарю. Хитро, конечно, но опасно. Вот еще хотел вопрос. Не вопрос, такой как рассуждение, что ли. А можно же человека самому спровоцировать на вопрос? Это будет нарушение? Нет. Мне так кажется. Я же говорю, создайте такую ситуацию, чтобы человек сам заинтересовался. Да, да, да. Вот я сейчас тоже подумал. Все, благодарю. Вот я вместо того, чтобы теоретически все рассказывать это, да, я прекрасно понимал, что меня никто слушать не будет, пока я не покажу это все на практике. Я пошел, вот говорят, живые в суды не ходят, а я взял и пошел. А я взял и без паспорта прошел. А я взял и без документов прошел. А я взял и меморамки прошел. Вот захотел. Я прямо там говорил, я хочу. Взял и сделал. Вышел и заснял видео еще на два телефона. И показал. И никому информацию в уши не вливал. Просто разместил ролик. Так мне такой шквал звонков начался. Вот это называется заинтересовать. Создал ситуацию, когда всем стало интересно. А как-то. Причем я при этом никого не напрягал. То есть я вот создать ситуацию нужно аккуратно. Так, чтобы никого не напрягать. Не надо там подходить к родным и близким и говорить. Слушай, ну я же много знаю. Ну задай вопрос какой-нибудь. Ну. Ты когда мне вопросы начнешь задавать? Вот так тоже делать не надо. Это понятно. Чтобы это как будто от него самого исходило. Это мы можем так захитрить. Да не как будто, а на самом деле надо так сделать, чтобы он на самом деле заинтересовался. Потому что если вы хотите хитрить опять вот это вот как будто создавать. Вы поймите, вы себя можете обмануть. Своего родного человека можете обмануть. Чужого человека можете обмануть. Но творца-то вы никогда не обманите. Он-то все видит. Он рано или поздно разберется, кто где кого это обхитрил. И нарушил чью-либо волю. Он все прекрасно видит. И чем больше вы хитрите, тем больше вы сами себя обманываете. Валя, благодарю. Вопрос можно? Слушаю. Антон, будьте добры, скажите, пожалуйста, а вот на каком основании вы тогда маску всю-то надели? Вот вы знаете, все хорошо, все понравилось. А вот маска сразу смутила. Объяснение хотелось. А вот теперь скажи мне, у меня бы получилось это видео, если бы я прямо на самом входе сказал, все, я маску не надену, ни в коем случае. И если бы я не одел маску, у меня бы получилось такое видео? Ну а законодательство даже не запрещает без маски-то входить? Нет, ты на вопрос не отвечаешь. На вопрос ответь. Вот если бы я начал вот это вот все поднимать, вопрос законодательства, полицию вызывать там, спорить, как говорится, конфликтовать. Нет, это же не значит, что конфликтовать. А зачем конфликтовать? Да потому что они сами всегда провоцируют на конфликт. У них задача спровоцировать на конфликт, вызвать полицию и увезти, и оформить по 20.6.1, а то и 19.3. Ну 19.3 это уже то, что вы документы там им типа от того, что не предоставили, да? Нет, незаконное, это не выполнение законных требований сотрудника полиции. Это неподчинение законным требованиям. Да, да, да. Ну и что? Это уже незаконное. Да, так в том-то и дело, они же незаконные эти требования по отношению массы. Ты мне это рассказываешь? Ты им иди попробуй расскажи. Ну пробуем, пробуем. Ну так а я, ты что думаешь, не пробовал что ли? У меня больше восьми задержаний, я в камерах сколько отбывал-то? Ни разу не сопротивлялся, ни разу никого не тронул, ни разу не сматерился. Восемь раз в камере был. За что? Нет, ну мы вчера даже в камеру не попали, собственно, с сыном в магазине. Просто нас не обслужили, но вызвали наряд на Росгвардии, и мы потребовали от них протокол задержания. Вот. Ну и в итоге они там пререкались, пререкались, там проедем те с нами. В отделении. На каком основании? Вы меня за какие-то правонарушения здесь задерживаете? Сначала говорят, нет, не задерживай. Я говорю, тогда мы пошли. Нет, нет, остановитесь, остановитесь. А я говорю, вот зачем мне за руках дергаете? Нет. Если задерживаете, давайте составляйте протокол. У нас нет полномочий, это Росгвардия была, у нас нет полномочий составлять протокол. Я говорю, значит, у вас нет полномочий задерживать меня? В таком случае, я говорю, извините. И вы знаете, самое интересное, что они там с кем-то созвонились, и скажут, давайте, говорит, мы с вами этот конфликт урегулируем, типа мы провели с вами беседу. Вы со мной беседу провели, либо я с вами провела беседу. Повернулись и пошли с сыном. Ирина, смотри, отвечаю на твой вопрос, почему я маску надел. Я ее, во-первых, против своей воли надел, я это озвучил, под принуждением, под вашу ответственность. Во-вторых, я прекрасно сознавал. Это было до этого, да, когда вы заявляли об этом? А ты что, видео не видела? Я не слышала этого. Переслушай. Всегда, прежде чем надеть, причем я не маску одеваю, я вот свою вот эту балаклаву, которую я обычно там в пейнтболе или на горных лыжах одеваю, когда катаюсь, она не затрудняет дыхание, мне легко в ней дышать. Это не маска медицинская. Это просто, да, это как символ просто, да, раз они заставляют прикрыть. Я тоже вчера говорила, давайте вы меня обслужите, у меня вот салфетка есть, да, указ даже вашего губернатора не запрещает мне пользоваться текстильным любым материалом. В данном случае я достала салфетку, говорю, пожалуйста, обслужите меня. Нет. Продавцы не обслужили, нажали на кнопку, на тревожную. Ну, в общем, народ безграмотный, естественно. Все боятся 30-тысячного штрафа, что их там оштрафуют, у них зарплаты, семьи и так далее. А вы мне без куска хлеба оставляете. Я зашла к вам в магазин, да, вы понимаете, вы нарушили мои права. Поэтому, думаю, может быть, вот и хочется с ними посудиться по этому поводу, да, осудить то, что они нарушили мои права. И в то же время мы же все-таки работаем, и вот на это время тоже. Вы же сами знаете, сколько на это тратится времени. Я на вопрос не могу ответить на твой. По поводу маски, что вы маску не... Да, а теперь главный ответ, почему я надел эту маску. Под принуждением, не маску, а вот эту свою балаклаву. Ну, балаклаву, да. Под их ответственность. Потому что я прекрасно слышала. Я услышала, меня ответ удовлетворил. Спасибо. Ты услышала, но не дослушала. Нет, я дослушала, сказала, чтобы я пересмотрела. Ну, хорошо, если дослушала, тогда все. Я будем считать, что я на твой вопрос ответил. Все. Да, ответил, услышала. Дальше можно я скажу? Да. Вот не надо меня там ни вставлять, ни поправлять, ничего. Я просто хочу высказаться. Во, отлично. Так, смотри. Самое главное. Почему я ее надел? Потому что я прекрасно осознавал. Если я сейчас начну это, отставить свои права и свободы, как живого мужчины и т.д. и т.п. Они могут, во-первых, использовать статью 17.3, это судебных приставов КААП, тоже невыполнение законных требований судебных приставов. Потом могут полицию вызвать 19.3. Потом могут еще полицию вызвать, это 20.6.1 и т.д. и т.п. И на заседание я не попаду. Я прекрасно это осознавал. Я это давно уже, все эти риски заранее оценил. Я для себя сделал вывод, что мне лучше надеть вот эту балаклаву под принуждением, под их ответственность, чем пропустить это заседание. Потому что те видеоматериалы, которые я заснял на самом заседании, они в сотни раз важнее, чем вот эта балаклава, одетая на тебя. В сотни раз. Вот если бы я, как говорится, зацепился за эту балаклаву и маски и т.д. и т.п., я бы никогда эти видеокадры не получил с королем Еленой Петровной. А можно, еще вопрос тогда, а в судебном заседании можно было эту маску снять? Можно, я снимал, пересмотри видео. Ну там просто на видео не всегда тебя видно. Ну в конце-то там видно, что я без маски стою и пальцем ей показываю. Ну так, когда уже, да, там это я видела. Ну вот. Чего вы докопались до этой маски? Ну что, никто никогда не это... Я знаю, потому что я тоже слышала в комментариях, видела это, и под видео, что многие задаются этим вопросом. Ну это сам да, а не договоренность это какая-то была, это сам да. То есть люди же тоже уже начинают головой там, в голове что-то своей крутить-то. Поэтому возникают такие вопросы, что вроде как маска, это у нас сейчас как показатель... Раба. Да, 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 показатель человека и раба, да, поэтому... Ну типа рот нам затыкают, да? Да, намордник. Ну ты знаешь, я вот с этой, как говорится, из балаклавы так могу разговаривать, что мало не покажется. Да, это понятно, я с салфеткой тоже могу хорошо разговаривать, один на один даже. Ну ты поняла главный ответ, что да, я мог это все пойти на принцип и отстоять это все, но я бы никогда не достиг той цели, которую я хотел достичь и достиг. Все понятно, и статью 17 я поняла, судебный пристав 19. Да, там еще много чего могут пришить. Там же мне же один раз это хулиганство пришили в том же мировом свете, якобы суде. Я там ничего не делал, просто на видео снимал, мне пришили, что я якобы руками махал и матерился. Хулиганка 20.1, это мелкое хулиганство. 10, 5 или 7 суток дали. Ни за что. Это опыт. В том-то и дело, что опыт. Я-то это все прошел, а вы считаете, что лучше отсидеть 7 суток и напрячь половину страны, чтобы тебя оттуда вытаскивали, да, всех родных и близких. Да нет, я так не считаю, потому что у нас таких осознанных, как ты, на пальцах одной руки, наверное, можно пересчитать. Поэтому и слушаем тебя. И хотелось бы на вопросы услышать ответы. Я услышала сейчас. Благодарствую. А Антон, извини, пожалуйста, вот мой сын Антон тоже присутствует сейчас, просит тоже вопрос задать. Ну, задавай, в чем проблема? Антон, приветствую. Здорово. Вот, исходя из твоих слов, ты там ссылался на статьи законодательства РФ. Исходя из этого, я так понимаю, что ты их принимаешь, да, ну, вот законы РФ. Но, ну, как среди народа есть версия, что они априори нелегитимны, да, так как у нас преступная власть, ну, и все дела, ты понимаешь, о чем я. То есть, ну, вот у нас, тем более сейчас достаточно дел судебных. Вот при введении этих дел судом, так называемый, на что нам ориентироваться вообще, на какие законы логичнее ориентироваться. Либо на коны вообще изначально, либо на законы РФ, либо на законы СССР, ну, советского времени. Говорят, что еще есть конституция 1936 года до сих пор действует, и до сих пор именно она действующая. Именно она единственная, да, а все остальные, это только проекты. И как доказательство, даже это в уставе ООН прописано, и не отменено ничего. Ну, вот все, благодарю. Значит, во-первых, нигде никогда я не говорил, что признаю законы РФ. Не-не-не, я просто, вот ты когда, наверное, начинал объяснять, ты, да, ты словался, то, что они тебя могут, например, там как, задержать по статье 19.3. Ну, это же российское законодательство. Да, совершенно верно. Они считают, что они граждане РФ. Они считают, что конституция РФ действует. Они считают, что РФ это государство. Они давали присягу. Ну, так они, преступники, согласны работать по преступным законам своим. А мы-то не согласны, по идее. Антон, да слушай, пожалуйста, я понял, что ты хочешь сказать. Дай мне ответить на вопрос. Хорошо. Они это все признают. Они принимали присягу, они носят погоны. Они обязаны исполнять это все. Поэтому я постоянно их внимание обращаю на то, чтобы они исполняли свои же законы, которые они не просто сказали, да, я буду исполнять. Они дали клятву, причем письменную, многие из них, что они подписались. А я-то такой подписки не давал. Я никогда такого не говорил, что я обязан это исполнять. Никогда, нигде. А почему я ссылаюсь на их законы, так я же ссылаюсь на те законы, которые они обязаны исполнять. Ну, это, грубо говоря, вот Вторая мировая война. Считай, что я вот советский партизан. Я там сходил в тыл и взял какой-то устав фашистской Германии. И потом, когда мне немец попадается, я ему говорю, вот, смотри, а вот же по уставу твоему же ты должен делать то-то, то-то. Я что, получается, признаю вот этот фашистский устав, что ли? Я что, давал присягу исполнять его, что ли? Где логика? Почему меня все время спрашивают, ты почему на законы РФ ссылаешься? Да потому что я их призываю их ниже клятвы исполнять. Это они давали клятву исполнять это все. А я-то не давал. А когда я говорю вот про эти там статьи, что мне могли там грозить вот эти статьи, это я все оцениваю риски. Это они могут на меня навесить незаконно совершенно. Но я все равно это оцениваю. И заранее думаю, как может развиться ситуация, чтобы в нее не попасть. Вот и все. Хорошо, я это понимаю. Это когда ты призываешь их к ответственности согласно их же законам. Но когда в случае, если я хочу себя защитить, я на что должен ссылаться? Да на все, что угодно. Ты даже в законах РФ... Не на них законы в том числе, да? Даже в законах РФ написано, что защищать себя можно любым способом, не запрещенным законодательством. Ну и при этом в Конституции даже РФ говорится о правах и свободах человека и гражданина. Даже в проекте. Я могу показать, как говорится, такую речь, такой разговор, что ни разу не сошлюсь ни на один закон и все равно отстаю свои права. Я могу так. Но это будет очень трудно. Потому что те, кто в погонах, они понимают только законы РФ. Они же только их знают. Они же не знают, что такое римское право, что такое фидуциарное право, божественное, каноническое и т.д. и т.п. Они же не знают этого ничего. Как с ними разговаривать? Они даже своих законов не знают. Так тем более. Они чуть-чуть знают законы РФ. Вот я с ними на их же языке и разговариваю, что согласно вашим же законам то-то, то-то. Ну, приходит тебе китаец. Ты что, с ним будешь по-русски разговаривать? Он понятия не имеет, что такое русский язык. Вот надо немножко китайский язык изучить, чтобы ему что-то донести. А зачем? Как зачем? Чтобы понимание было. Чтобы ясность была. Нет, я говорю, только китайский. А может, ему русский надо изучить? Вы ему, и его, конечно, начинаешь учить. И фидуциарному, и римскому, и морскому праву. У меня же как было? Меня первый раз задержали. Там вообще жесткое задержание было. Прямо в отделе полиции. Головой в пол воткнули. Подняли кверх тормашками, и головой в пол воткнули, как ракета. Шею повредили. Наручники надели, ногу заломали. И в обезьянник. И я всю ночь, сидя на бетонном полу, ночевал. Вот это первое задержание. Второй раз... Все Антоны через это прошли, или как, да? Ну, не надо, не надо обобщать. Не надо ассоци... У меня было такое же дело, но... Ну, дайте договорить-то. Смотри, да я... Это понятно, что было. Я говорю, какая реакция это? Развитие событий. Второе задержание уже... Никто физическую силу не применял. В обезьянник не садили. Я был это... В держурке находился. И в туалет уже выпускали, и попить, и все нормально было. Но это... Так еще... С опаской разговаривали. А в третий раз... Уже никто не бил, и в обезьянник не садили. А заходят эти участковые, и это пересменка у них. И я не помню, кто там был, но он так заходит сразу. О, Булгаков, пошли, пообщаемся. Есть разница. Вот это вот говорит о том, что я немножко китайский изучил, а он немножко русский изучил. И мы начали по-другому взаимодействовать. А когда вы... Он натуральный китайц, вы ему по-русски... Или он вам по-китайски, а вы ему... Нет, я не признаю китайский, только по-русски. Ну, какое тут взаимодействие может быть? Ответил на вопрос? Ну, в принципе, да. Ну, и еще уточнить. Если уж так, если основываться на их язык, так сказать, на законы РФ, можно ли при этом ссылаться на советские законы? То есть они их... Ну, вот даже когда они там, суди, например, читают всякие документы от нас, да, они вот в голове это держат, что мы действительно на нужные законы ссылаемся. Либо для них это туфта, и для них важнее всего вот законы РФ, которые действуют сейчас, на которые они именно опираются. У меня не слышно? Да нет, я слышал, я думаю. Даже он задумался. Я тихо думаю, это почти не слышно. Ну-ну-ну. Ну, как можно ответить? Ну, то, что они... Вот смотри, давай так, логически думать. Если взять конкретно черную мантию, да, то черные мантии, по идее, все давали тоже клятву. Ступая в ряды, там, ля-ля, все такое, есть у них вот этот образец клятвы, хотя никто никогда не видел, ни под видео, ни публично, как они это все произносят. Ну, текст прописан, то есть они, по идее, должны давать клятву и присягу. Соответственно, там в этой присяге сказано, что обязаны соблюдать там законы Российской Федерации, Конституции и все такое. Соответственно, их... Вот им можно, как говорится, тыкать в нос вот этими законами. Вот, ты же давал клятву, вот соблюдай. А вот теперь вопрос. Он клятву СССР приносил, когда вступал в должность? Раньше, позже, там, или при рождении, или до назначения? Или даже, допустим, он там где-то в армии служил, допустим, вот мужчина, да, черной мантии одел. Раньше он, допустим, служил в армии СССР. Ну, естественно, они там присягу дают, да? Причем смертельно опасную, что это 64-я статья растерянная и все такое. А потом вдруг пришла РФ, так называемая, и он одел черную мантию и принял присягу РФовскую. Вот тут можно его и там, и тут ловить. И законы СССР применять, и РФовские. Но опять же, к нему, постоянно его тыкая в этот, что ты же, ты же давал клятву. Перед Творцом будешь отвечать, сам перед собой будешь отвечать, потому что ты сказал дважды, клянуся, сам себя прокляну. И рано или поздно это проклятие к тебе вернется, когда СССР. вот так. А если он не давал эту клятву, ну смысл его тыкать в эти... Все равно, чтобы подойти к тебе и сказать, слышь, ты, мы тут, там кто-то придумал какой-то закон, ты давай соблюдай его. А ты ему, конечно, скажешь, а слушай, а я что, клятву давал, что ли? Или расписался где-то? Где? Покажи, что я что-то обязан это соблюдать. Я своей воли не выражал. Я не соглашался добровольно это все исполнять. Где это написано? Нигде. Тогда в чем претензия? Ответил на образ? Это сказано в письме Ельцина, что РФ является правопродолжателем. Право-продолжателем. Но только учили судьи пользоваться этим правом? А клятва продолжателем оно является? Я просто продолжатель. Вот с этим правопродолжением... Там правопродолжателем Володя. Правоприемник? Нет, не приемник. Это разные же вещи. Там было правопродолжателем. Там просто продолжатель. А, продолжатель? Да. А, ну хвост стал длиннее и что? Ну, хвост стал длиннее у одного существа или зверя так сказать, да? Это же по сути это одно целое. Оно же никак не изменилось. значит и законы те же должны быть. Оно немножко просто переродилось. Нет. Нет. Потому что клятва дается отдельно. Отдельно СССР, отдельно РФ. Вот я тоже так говорю. То есть просто нужно основываться именно вот на клятву их. Да, конечно, на клятву. Вы вообще понимаете силу клятвы и проклятия? Все ясно теперь. Самая сильная вещь, на что можно ссылаться, это именно клятва под присягой. Почему вот это тех, кто допустим присягнул там это служили, когда служил в СССР, в войсках СССР и потом принял клятву РФ, его называют изменником Родины. Потому что клятву приносят один раз в жизни Родине. А он изменил этой клятве. Он клятва преступник. Он уже сам себя проклял. Причем никто его не это его даже наказывать никто не будет. Потому что смысл клятвы там вот я же объяснял суффикс СССЯ. Сам себя проклянул. Вот они сами себя проклинают. Это само проклятие называется. Помните фильм этот Ночной дозор или этот Дневной дозор? Там какая воронка закрутилась над Москвой? Только из-за того, что зрячая сама себя прокляла. Самое проклятие, самое сильное, что может быть. Они не могли найти кто ее проклял. Не могли. Настолько привыкли, что все друг друга проклинают, что никто не обращает внимания на то, что на самом деле все сами себя проклинают. В первую очередь. Потому что когда дают клятву, мало кто соображает, что они говорят вообще. Они же не понимают, что они сами себя проклинают. Еще и на колени встают при этом. Как-то так. Можно. Они не считают себя клятву преступниками, потому что тот, давал присягу в советской действительности. Он не переприсягал, как они все говорят, вот это офицеры якобы голубой крови. Они работают по договору, то есть контракт в Ласовской системе. То есть они вторично пятого не давали? Там тоже. Они не переприсягали, я говорю, они не переприсягали. Они подписывали договор на службу Российской Федерации, так же, как с Ласовым. Они не переприсягали. Они освобождали Родину вместе с Гитлером. То есть тоже через договор, через контракт. То есть вот где собака порылась. в ходу даже изречения есть у многих по тебе 64-й УК плачет кого-то РСФСР или СССР ко всем изменникам Родины. А получается вот так, исходя из нашего разговора, то что к большинству к тем же чиновникам, депутатам она вообще никак не относится. Правильно же, да? Потому что они крятуне давали. Да. Ну, во-первых, у депутатов перед законом РФ. смотря как вы хотите привлечь их к ответственности. Если по законам, то у депутатов так называемых, там у них иммунитет, да, какой-то есть неприкосновенность, все дела. И я не вижу смысла вообще ссылаться на их же законы, вот эти УК, расстрельная статья, потому что законы-то все равно ниже над конами. А еще выше божественные эти... Мироздания. Да. Коны мироздания. А еще выше творец. Так вот я сразу на верхний уровень выхожу и говорю, отвечать будешь напрямую перед творцом. Давал клятву, будешь отвечать. Я тебя предупредил, теперь ты об этом знаешь. Раньше ты не знал, тебя могли простить по незнанию, а теперь ты знаешь, теперь тебя никто не простит. Будь здоров и живи дальше, как знаешь. Вот так действует. Антон, а то, что они считают себя там избранными, народами и так далее, вот они же совсем вроде как по другим законам живут, не так, как мы. Или это чушь для нас просто придуманная? Неясен вопрос, еще раз. Как это правильно сказать? Ну вот то, что они считают себя народом богоизбранным, а нас скотами, гоями и так далее. И все, что у них там они плохое делают, это у них в их определенных изданиях написано, в той же Торе, Тане и так далее. и так далее. То есть они считают, что они все делают правильно, по своим законам, конам, не знаю, как они там считают. То, что ты, например, им предъявишь, ну вот то, что вот свой кон, им вообще как-то по сути фиолетово, потому что якобы они живут по своему кону, не по твоему. Или я не прав? Мне не нравится, что ты переключился на определенную нацию, я так понял. Это неправильно. Ну, это вообще неправильно. Ну, исходя из того, что кто там сидит, я делаю такие выводы, и я много раз в этом убедился. Я тебе рассказывал про должностных лиц. Без нации, без места рождения, без страны рождения, без места пребывания. То есть абстракция, должностное лицо. Я с каждым должностным лицом так разговариваю. Мне не важно, какая у него нация, какая, какая у него половая принадлежность, ориентация и все остальное. Мне это совершенно не важно. Дал клятву, взял на себя обязанности, будь добрый, исполняй. Иначе сам себя проклянешь и будешь отвечать перед Творцом. А уходить туда в самый низ, на эти национальности, половые признаки и т.д. и т.п. Это слишком низко. Я наоборот наверху выхожу. Нет. Я только один признак учитываю. А зачем ты этот вопрос поднимаешь? Ты же знаешь, что это очень острый вопрос. И рано или поздно ты можно до того договориться, что сюда это, как тебе сказать, либо к тебе, либо ко мне сотрудники отдела могут прийти. Зачем этот вопрос поднимать? Нет, вопрос не поднимается. Просто Антон говорит, что они живут по Торе, они живут по Тании и так далее, по своим кому-то. И поэтому они-то ведь, для них Творец-то ничто, для них Создатель что? Свой Бог, грубо говоря. Я не знаю, что вы мне эти вопросы задаете. Я Тору не читал, я Библию не читал, я ни одной религии не придерживаю. Я поясняю, мне вот эти национальные и религиозные вопросы, они мне не по духу, потому что я не религиозный и я не националист, я верующий человек, я верю в единого Творца. А что-то мне в Торе написано, мне совершенно не волнует. Это их дело. Говорите, Лимхан. Так, народ, извините меня, я сейчас на 5 минут отлучусь. Я вот Антону и Ирине, который сыну, хочу это ответить. Может быть, за Антона чуть подсказать. Ихний Бог, он не Творец, он искусственно созданный Бог. Создатель. Мы его так называем. Он создал их. Их Создатель. Ну, пусть так будет. Вообще, у него есть имя Сатана, Демон, Амур, прочие Луцифер, все как угодно называть его. Вы поняли. Вот это их Бог. Он для них Бог. Они для него Бога избранный народ. Но он отношения к Творцу никакого не имеет. Вот этот Сатана, как и его народ. Живут они по своим правилам. У вас же в семье тоже, наверное, какие-то свои правила есть. У другой семьи свои правила есть. Третьи в свои порядки заведены. Это вот так надо расценивать. Они не на общее это одевают. У них есть определенная задача, для чего они Богом были этим своим избраны. Чтобы нас тренировать. И еще хочу дополнить по маскам. Вот как я вижу по маскам. Например, когда в разведку шли в Великую Отечественную войну, они форму фашистов одевали. Что же они после этого фашистами без маски они мне бензин не продут. Я не успею ему довезти необходимые лекарства, чтобы он выжил. Нет, я скажу, я не одену маску и вручную буду машину туда толкать до него. Ну, вы хотя бы до абсурда не доводите масочные постановочные все это. Нет, но это случай крайней необходимости. Это все понятно, логично. То же самое у него было. У него была цель достижена. Ну, подождите, давайте по одному. У него была цель достичь определенную, что ему нужно было попасть в суд и получить это видео за. Он же сказал, что он применил военную. Ну, подождите секунду, давайте по одному, Ирина. Нет, ты же повторяешься. Он сказал же, мы поняли, он ответил на этот вопрос. Ну, так вы дальше продолжаете опять вот теперь про этих. А как эти, а как те, блин. Это ты уже переключаешься. Это все военное, идет война. Применяйте хитрость, хитрите. Военная хитрость. На войне все способы хороши. Не стреляет калашников автомат американскую винтовку с нее врага. Тебе что, кто-то скажет, что ты что, предатель, что ли, с американской винтовки стреляешь? Применяйте то, что умеете применять. Ну, и в том духе, короче, благодарю. Услышали тебя тоже. Да, Александр, пожалуйста, повтори для всех тему общения и правил. Наверное, будет правильно сказать не тему, а норму общения. Норму, да, я неправильно говорю. Да, никого не перебивать, в частности, если человек говорит, будь то Антон или любой другой человек, то его нужно высушить, поймать паузу и задавать дальше, вести диалог, а не так, что балаган вот этот разводится. Но это неправильно. Я думаю, все это понимают, но забывают об этом. Да, и руки там ставьте. Руки, да, по возможности, кто это хочет сказать что-то, следующий будет говорить. Я в чате, если что, пишу там, чтобы это лишний раз эфир не занимать и говорю, кто будет говорить. Посмотрите иногда. У меня все. Говори, Антон. По поводу, я там, когда уходил, что-то слышал, по поводу, что-то куда-то вектор внимания у вас направился, не туда. По поводу этих, скажем так, людей, которые не умеют выговаривать буквы Р и других. Короче, вот чем больше вы их обсуждаете, тем больше вы им внимания уделяете. Чем больше внимания, тем больше энергии. Чем больше энергии, тем больше туда, как говорится, куда энергия, туда и кровь. А кровь это душа. Вот вы туда буквально душу вкладываете. Чем больше вы их обсуждаете, вот эти всякие политические новости, этот тот сказал, тот это сказал, а тот того на три буквы послал, а этот на четыре буквы послал, ничего себе. А этот на пять, а этот что-то на одну всего лишь. И вот чем больше вы туда внимания отправляете, тем больше вы их на энергии накачиваете. А потом удивляетесь, а как они так больше 20 лет у власти находятся? Мы их ругаем, 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 а они все у власти и у власти. У меня все по этому вопросу. Можно там... Антон, есть доступ к личным сообщениям чата? Там много есть письменных вопросов. Кому? Ко мне, что ли? Да, это все вопросы к тебе, там именно по теме канона. Ой, я прямые эфиры по 5 часов веду, там устал на вопросы отвечать. И тут письменные. Думал, хоть здесь живое общение. Нет, оно живое, но не все люди успевают задать вопрос, поэтому пишут. Бывает так, что потом с мысли собьются, записывают. Ну, давай, давай, читай. Так, в канонах как-то отражены основы торгового права ЮЦЦ. Ну, скажем наоборот, каноны выше, чем вот эти все коммерческие права. А некоторые и ниже. Насколько я понимаю, насколько я уяснил, вот это торговое право ЮЦЦ, оно выше, чем любая конституция. Потому что это Международный торговый коммерческий кодекс. Так, на котором основаны ЮПИК записи, в том числе записи фирм Российской Федерации. Основы зашиты в канонах. Поэтому я же не зря говорю, надо каноны в первую очередь изучать. А потом уже все остальное. Так, что из чего вытекает? Вот и говорю. У ЮЦЦ истекает из канонов. Обратите внимание на нумерацию канонов. Там же идет божественное право. Вот даже по нумерации ясно, какой канон за каким следует. На самом верху стоят божественные каноны. Божественное право. Потому что там начинается канон номер один. Потом следующее идет естественные каноны. Естественное право там идут уже с 291 и т.д. и т.п. Соответственно, нумерация, она и говорит, какой канон выше. Так, вопрос. А4В или эндосаммитная запись как-то регулируется канонами? Возможно. Я же говорю, я еще не все изучил. Скорее всего невозможно, а наверняка там все это прописано. Так, существует мнение, что Вексель может выпустить только юрлицо. Подтверди или опровергни? Ну, это предположение сделал Андрей из Перми. Канал «Товарищ Сталин 2.0». Ну, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Это все проверяется на практике. Каким образом? Попробуйте выпустить свой Вексель между двумя живыми людьми. И попробуйте его как-то обналичить, так сказать. Или заложить. Вот когда опроверите на практике, вот тогда можно опровергнуть, либо подтвердить. Потому что любые предположения – это всего лишь теория. А проверяется все на практике. Так, ну, по крайней мере, в законах РФ только Юрик может выпустить Вексель. Ну, или оформить А4В. Но это в законах РФ. Это не значит, что в канонах не прописано иное. Так, Франко Коллинз, который, предположительно, создал эти каноны, вроде как в 2016 году присел по двум делам. Правда ли это и какова вообще история создания этих канонов? Не в курсе. Если еще три года назад столкнулся с этими канонами, то есть ЮКАДе, так называемое сообщество, вы не относитесь к ним как к стопроцентной истине. Это всего лишь информация для размышления. Я эту информацию проверяю на практике. Вот я там запульнул, тут запульнул. Смотрю, ситуация меняется. Значит, что-то из этого работает. На практике стараюсь проверять. А вот эти вот гадалки заниматься, ну, смысла не вижу. Вот обсуждать это можно бесконечно. Вот что большинство и делает. Везде все собирается, в конференциях, в чатах. Везде это все мусолят, обсуждают. А никто не идет и на практике не проверяет. Вот Андрей пошел на практике применять сразу же. Узнал, что такое индосамидная надпись. Сразу ее написал, склеил там что-то раз этим приставом, раз там иск в суд, раз еще что-то куда-то. Вот он мне чем-то сразу понравился, он практик. Он не просто прочитал и начинает рассказывать, предполагать, размусоливать и вот так вокруг да около. А он взял и начал сразу действовать. Проверять на практике. Так, прошу прокомментировать цитату из Завета Единого Неба. Право применения, если возможно. Потому что в пакете Единого Неба написано. Пакет Единого Неба. Интересно, какой он, бумажный или пластиковый? Так, соглашение о включении и расширении возможностей организации. Седьмое. Пусть всем станет известно в прошлом, в настоящем будущем, что это будет зависеть от определения живых форм жизни шестого уровня, объединенных сначала в местном сообществе и духе, затем в провинции, затем в местном обществе, затем в провинции, затем в университете, затем в союзе и, наконец, во всем мире, чтобы выбрать действительное руководство и управление этими органами, представляющими общего Единого Неба на Земле в соответствии с настоящим самым священным заветом. Что так много написано-то? Известным как пакт та-та-та, также известным как завет Единого Неба. До тех пор, пока это не будет достигнуто, все ключевые должности должны оставаться занятыми членами духовных оккупационных сил. Так, написано... Вот смотрите, чем больше слов, тем меньше смысла. Вот теперь надо смысл уловить. Вот, всего написанного. В чем вопрос-то? Как это принять на практике, что ли? Или что? Кто написал вопрос? Митя здесь? Можешь прокомментировать? Да, я здесь. Здравствуйте все. Привет. В чем вопрос-то? Ну вот, короче говоря, применительно как раз к МСУ и прочим объединениям вот этот канон, именно седьмое. Ну, там понятно, что до него есть шесть, что именно седьмое позиционирует, тут некоторое сообщество блогеров, там что-то больше 30 их человек, они вот именно вот это позиционируют для того, чтобы можно было любое объединение людей, ну, как бы повысить его статус, и тем самым избавиться от оккупантов. Вот это самое, это выдержка из канонов, ну, вот из тех же документов, которые ты сегодня представляешь, да, вот это выдержка оттуда. Ну, может быть, не из самих канонов, а там есть типа преамбула или что-то в этом духе, по-моему, из преамбула. Вот эта штука там прописана, и они говорят, что если вот вы создаете какое-то сообщество, чтобы повысить его статус, мол, типа, надо применять вот эту штуку. Я не совсем понимаю, как это может быть применено, и вообще, честно говоря, ну, может быть, ты по этому поводу что-то знаешь. У меня все. Не, я ничего не знаю, надо вдумываться, вчитываться, и вообще, про что речь эта идет. Вот я не выяснил для себя. Вот так вот с быстрым простением я не уловил суть, что там написано. Поэтому прокомментировать никак не могу. Есть вопросы у кого-то? Да, я написал Антону в чате, там, по поводу 26-го канона. Об этом в НСПЧ постоянно говорят, вот про этот канон, с чем он связан, что он, к чему он вообще понять. Не могу просто. В чате написано. Ну, или озвучь, Дима, если можешь озвучить, озвучь. Сейчас. Антон, я тебе в личку скинул там про этот канон. Сейчас я найду его. Вот это все, что вы говорите, пишете, да? Вот это? Пишем. Не знаю. Нет, самое последнее. Вот это после 2021-го, 03-го, 17-го. Человеку 3,14, с детства что-то такое. Изучайте 26-й канон, а, кодекс канонический, 26-й кодекс канонический, что-то такое. Ну, ясно, смотри. Тут я даже читать это все не хочу, потому что тут вначале идет запугивание. То есть общий смысл послания – это ввести в страх. Сразу дается дата, что осталось буквально там полтора месяца, и всему человечеству везде. Это сразу попытка ввести в страх. Страх – это что там у нас за страх? Какая третья там или вторая чакра? Ваши вибрации пытаются опустить на самый низкий уровень, чтобы вы вчитались, вдумались и, соответственно, начали опять сюда же в этом направлении направлять свое внимание, энергию, буквально душу вкладывать в страх. Я вот такое вообще игнорирую. Я не хочу опускаться на эти уровни вибраций, страх себя вгонять, тем более обсуждать это и разговаривать по этому поводу. Я таких сообщений уже лет 15, наверное, наблюдаю постоянно. Общий смысл их такой. Послезавтра всем капец, если вы не сделаете то-то, то-то, всем будет звездец. Поэтому бегом, в срочном порядке, всем бежать туда, не зная куда, делать то, не зная что. И обязательно это со всеми все обсуждать и всем бояться. Вот смысл этого сообщения. Вы хотите вот это все обсуждать, бояться? Я не хочу и не буду. Все, я ответил. Благодарствую. Благодарю. Ну, как бы, мое подсознание подсказывает мне, что это все фейк. Поэтому я и не интересуюсь даже. Я почитал этот каноническую, ну, вот именно этот момент. Ни хрена не понял. Ну, значит, она мне нахрен не нужна. Твое подсознание должно было тебе подсказать то же самое, что я тебе подсказал. Если тебя пытаются опустить на уровень страха, то тебе вообще в эту сторону не надо думать. А у тебя твое подсознание подумало в этом направлении и сказала тебе, что это фейк. И ты вот этот фейк сюда в чат пускаешь, мне вопрос задаешь, тратишь на это время, обсуждаешь, разговариваешь. И вот умножай это все, да? Вот сколько нас тут? Девять, десять, одиннадцать, двенадцать человек. Умножай на тринадцать. Вот время отнятое у тринадцати человек, умноженное на три минуты или пять минут, сколько мы это обсуждаем. Вот столько времени было отнято в сторону страха. Ну, попытка была предпринята. Ну, я как бы не страх это несу, я просто интересно удостовериться, правильно мне подсказывает моя душа, что это все фуфло. Ну, вот видишь, ты подтвердил, что это фуфло, и все. Я на это не заморачиваюсь. Вот только из-за того, что мы сейчас каноны обсуждаем здесь, я только из-за этого поднял эту тему. А так она, скинули мне ее когда-то, месяц назад. Я почитал, думаю, да фуфло какое-то. И ладно, я дальше живу. Это не фуфло, это информация к размышлению. А вот дальше все от тебя зависит, от твоего разума, куда ты направишь свое внимание. Если ты считаешь, что это фуфло, то почему ты это вот здесь вот все напечатал и говоришь об этом до сих пор. Ну, да. А раз ты об этом говоришь, значит, ты ее закусил, как говорится. Вот как рыба, да? Закусила наживку, и мусолит ее. Туда-сюда, туда-сюда. Клюнуть, не клюнуть. А рыбак-то реагирует. Рыбак-то видит, что поплавок дергается. Ну, да. Ты участник вот этой рыбалки. Ты стал участником, потому что ты начал мусолить вот эту наживку. Я понял. Ну, я ее как начал мусолить, так быстро и отпустил ее. Ну, все, вопрос закрыт. Да, вопрос закрыт, благодарю. Наживка отпущена? Поплавок не дергается? Да, отпущена. Выплюнута наживка, да. Ну, все. Рыбак остался ни с чем. Благодарствую. Да. Антон, можно вопрос? Скажите, пожалуйста, а что вы думаете по поводу общин? Вот люди сейчас собираются в общину, уходят. По поводу общин у нас сейчас идет конференция в Зуме, и по идее я на ней должен присутствовать. Она уже 38 минут идет. А я с вами тут разговариваю. Вот я думаю, что мне по идее надо с вами попрощаться и уйти туда, в ту конференцию, чтобы для всех опять очередное видео интересное заснять, потому что там собрались общинники. Антон, можно вопрос? Слушаю. А вы не могли бы нас тоже пригласить? Меня вот очень интересует эта тема. Ну, сейчас посмотрим, если что. Так, а с кем мы контакт держали-то, я забыл. Кто-то меня пригласил сюда. Я, это ОПАПАТА. А, да-да-да, в Телеграме. Добро, сейчас я с народом поговорю, если дадут добро, я вам ссылку скину. Пригласим всех. Благодарю. И мне тоже очень интересная информация будет. Я думаю, ОПАПАТА скинет сюда это всем. Угу. Хорошо. Или я сам зайду, скину. Есть на этой информации. Да вы прекращайте, народ. Ну, вы, это... Я понимаю, что всем интересно. Но если мы соберем 500 человек и все начнут это балаганить, это ничего не получится. Нужно собирать тех людей, которые умеют разговаривать четко, коротко по делу. И вы не волнуйтесь. Мы все равно запишем видео, которое будет доступно для всех. Все посмотрите. Нам нужны люди, которые не просто, которым интересен этот вопрос общины, а которые уже что-то создали. Вот меня приглашают, ну, как это... Потому что я эту тему поднял. У меня... Я многих общинников знаю. Я общался с общинниками. Я ездил к ним. И у меня тоже есть свой небольшой опыт. Поэтому я там участвую. Мы там собираем людей, которые, это... Как сказать? Уже либо создали общины, либо очень много знают об этом. И могут дать дельные советы. Вот, Дмитрий Медведев, кто там у тебя? Что за мальчик? Привет. Антон, меня вот это интересует по поводу общин, с чего начинать и как действовать. Вот поэтому я этот вопрос и задала вам. Вот. То есть вы интересующийся. А мы не просто интересуемся. Мы хотим разработать инструкции, поднять вопросы и найти на них ответы. И эти вопросы и ответы озвучить для всех. Мы не просто интересуемся для себя лично. Мы интересуемся в масштабах мира, скажем так. А я в масштабах своего города. Вот. То есть у тебя как бы такая личная заинтересованность создать общину в городе. Правильно? А у нас задача не просто создать общины. Потому что они у многих уже созданы. Мы хотим показать, как это на практике. Потому что прежде чем создавать и влезать в общину, человек должен иметь представление, что это такое, с чем это едят, и какие плюсы и минусы там есть. Вот на эти вопросы мы и хотим ответить. Все, спасибо. Будем ждать видео. Добро. Антон, можно вопрос еще? Слухаю. По поводу живого мужчины. Вот интересно, какие... Нужно ли вообще какие-то действия предпринимать, чтобы задокументировать себя как живой мужчина? И вообще, возможно ли это в наших условиях? Нужно ли это вообще? Ну, я почему задаю этот вопрос? Потому что многие уничтожают паспорта РФ, многие уничтожают свидетельства о рождении советские. Либо там запросы делают в ЗАГЦе, чтобы поднять какие-то истинные документы живого человека. Вот посоветуй, пожалуйста, какие правильные действия в этом случае нужно делать? Что бы я тебе не посоветовал, решать тебе всегда самому, что делать с твоими документами. Не надо меня спрашивать, как некоторые звонят, говорят, вот скажи мне, что сделать, и я сделаю. Я тебе не буду говорить, что делать. Я тебе расскажу, какие варианты есть, и как я сделал. А как тебе делать, ты сам решай. Вот и все. Отвечая на твой вопрос, нужны ли документы живому мужчине, я два с половиной года назад написал статью небольшую, к чему стремлюсь лично я. Я написал, что я хочу жить вообще без документов. Потому что, ну вот, если собрать все документы, которые у вас были за всю жизнь, мне почти 41 год, если собрать все документы, то получится хороший большой пакет, даже два. А если все справки там и т.д. и т.п. В школу английского ходил, там и туда-сюда, и программисты, и все остальное, то там три пакета выйдет. Вот вы хотите ходить по белому свету с тремя КАМАЗами за вами? Вот едут за вами три КАМАЗа, и все с документами. Я вот так не хочу. Вы где-нибудь видели, чтобы у воробья был документ? Полицейский ловит воробья, говорит, предъяви документ. Или у елки. Подходишь к елке, а у нее не просто табличка, а табличка с фотографии, в полный рост, ну или там верхушки лица. Или шишки. Фото каждой шишки, короче, и подписано. Такая-то, такая-то шишка, такой-то год рождения, т.д. и т.п. Вы представляете, в каком дурдоме мы же из живых людей сделали это. Каждому выдали по документу, и сейчас пытаются это еще и чипировать. Как собак. Вон уже, посмотрите, на улицах все собаки чипированы. С бирками. Я когда первый раз увидел, я минуты две стоял, смотрел на эту собаку. Кто это, что это? Что это за инопланетянин такой сидит? Похож на собаку, а в ухе такая здоровенная желтая бирка. Я смотрю на него, он сидит передо мной, он на меня смотрит, я на него смотрю. Я думаю, блин, это что такое вообще? Это что, скоро люди такие пойдут, что ли? Либо бирка в ухо, либо чип, либо это. Добрый вечер всем. Здесь Антон немножко по-другому звучал вопрос. Спрашивают, как можно предпринять, какие действия человек себя решил тоже живым заявить. И какие действия, очень много вариантов. Вы можете составить документы свои, можете создать общину, через общину оживиться. Можете через нотариуса, удостоверение фактов живых, нахождение. Там тоже есть разные. Почитайте закон о нотариате. Там много документов, которые там и удостоверение тождественности, и факт нахождения в живых. И потом, кроме нотариата, еще есть такая тема патчмейстер, то есть оживиться через почту. Самому стать патчмейстером и самому себе выдать на основании почтового отправления свой собственный документ. Можно создать организацию МСУ, ТОС. Они тоже сами себе могут документы выдавать. Есть еще варианты, вот как Николай Буров создал свое государство, тоже сам себе документы сделал и по ним путешествует. И не просто на самолетах и поездах, но и сквозь границах. Есть еще варианты просто самому себе нарисовать и заверить другими мужчинами и женщинами. Вариантов множество. Я себе за два с половиной года ни одного подобного документа ни разу не делал. Ничего я себе не сделал. И живу спокойно. И нормально. У меня ситуация, как у 99% так называемых граждан РФ. Есть бумага под названием паспорт и на НЭН снился и все остальное. Но я ими стараюсь, не пользоваться. А если и пользуюсь, то провожу четкую черту. Вот это паспорт, вот персона. А это я, живой мужчина, хозяин меня. Вот это не я, а я вот он. Вот и все. Я стараюсь действовать живым словом. Если мы все уйдем в эту стезю и полностью в нее погрузимся, что один сделал по Хоффману, другой по патчмейстеру, третий по нотариусу, четвертый по общине, пятый по еще какому-то, шестой там где-то паспорт СССР получил, седьмой там еще что-то. И вот все они встретились, ну где-то собрались в одном месте и пришел полицейский. И я не ему раз так все документы одновременно, у него взрыв мозга будет. Это что вообще такое? Это что, в параллельную реальность попало или что, или на другую планету? Как в Кинзадзе, что ли? Что вообще происходит? Что делать? Кого вызывать? ОМОН, гвардию, спецназ или все вместе, сразу одновременно, вместе с белыми халатами? Что делать-то? А когда все пришли и все без документов, и все говорят, мы живые мужчины и женщины, ты что, не видишь, что ли? Вот он я, вот смотри, вот тело, вот борода, вот видишь, вот кадык, я мужчина, вот борода, вот усы, я мужчина, видишь, я живой, я говорю, я двигаюсь, все мне, зачем мне какие-то документы? И каждый будет так говорить. Атон, у тебя тут Митя хочет спросить какой-то вопрос. Кто? Митя? Написано Митя. Давайте, слушаю. Ну, я не столько вопрос, я хотел тебе рассказать, чтобы ты подготовился к своим вот этим общинникам. Какая информация? В прошлом году общину в Краснодаре снесли трактором и все дела, куча домов, людей на улицу, а они последние туда вложили. Ну, и всем как бы пофигу. Я, ну, это я переписываюсь с одним другом. Я спрашиваю, еврейскую общину? Ну, это не может быть. Она говорит, русскую, еврейскую в ЕАО снесли зимой в минус 30. Видимо, имеется в виду прошлый год. В Биробиджане, например, вообще беспределят. И деревнями сносят, торы строят. Я, правда, не знаю, я думал, что торы это вообще-то книжка какая-то, они там, оказывается, еще их и строят. Вот. И причем вот это про Краснодарскую, которую общину, у нее там все с уставом, там все было как положено. Но вот мой этот собеседник, он считает, что это все работать не будет. Покуда у нас у власти сидят хазары, она так это называет, мол, типа, даже обычные еврейские общины работать не будут. Вот такая информация. Возможно. Вот эти варианты, вопросы тоже будем поднимать. Поэтому, видите, я и не хочу приглашать людей и заранее, как говорится, обнадеживать, что это все работает. Я хочу докопаться не просто до того, как это создается, а я хочу собрать людей, которые уже прошли все это. Вот я хочу вот там видеть, вот в этом чате, там конференции, именно тех людей, которые были вот и в Краснодаре, кого сносили, и тех, кого до сих пор кошмарят. И мне звонили люди из других городов, которых тоже кошмарят. Они пытались там землю себе это, как говорится, взять в пользование. И их сейчас и рефия начинает кошмарить. Вот я хочу вот эти все вопросы поднять. Стоит ли вообще туда залазить, если все равно в итоге все отнимут и снесут. Но вы не забывайте, что Тора подписали уже. Это у нас территория, в которой у нас под развитие отдано на 79 лет. Так что, если посчитать, что ваша территория под этот Тор подходит, вас там и снесут. Им будет абсолютно до звезды. Есть у вас общинники, дома у вас там построены. Был ли какой-то договор на землю. Есть ли у вас устав, есть ли у вас там живые или какие, к сожалению. А вообще, было видео, видео в интернете было о сносе общины? Лично я с общинниками не больно-то общаюсь. Сейчас могу даже объяснить из-за чего. Потому что, в основном, все приезжают, говорят, мы делаем общины. То есть, приезжают куда-то на выходные, там в лес, отдохнули, сели на свои джипчики и разъехались в город. Вот таких общин я уже, наверное, штук шесть нашла. А так, чтобы жить начали, ничего не получится. Да, должны осознанно приходить с семьями. Они так, один прибежал, другой прибежал. А еще, если хуже, там, когда женщины начинают головой вертеть во все стороны, вот это, означает, жопа будет. Ну, я разные общины видел. Ну, и у нас тут в Сургуте хотят общину создать. Но, я говорю, народ, вы просто еще не созрели. Чтобы жить в общине, нужно полностью не зависеть от системы. Ну, хотя бы по максимуму. Вот я не работаю семь лет и не собираюсь. Антон, вот могу как раз по вашим сургутским еще интереснее сказать. то есть у вас ХМАО, да, по-моему, идет. Ребятки там собираются в общину уходить, но они идут сначала через военную подготовку. У них там, блин, практически партизаны такие местные. Вот на полном серьезе их сейчас скажу, наверное, ну, по последним моим данным, где-то около 80 человек. То есть это именно семьи. То есть 80 семей с детьми, с женами, с мужьями, то есть все нормально. Вот они такие там у вас, есть и такие товарищи. Кстати, на контакт очень плохо идут. Они почему-то решили, если что-то случится, оружием запаслись, и сейчас прям любой момент канает. В Краснодаре то же самое. То есть они занимаются общественной деятельностью, но с другой стороны подготавливаются чуть ли не на случай атомной войны. Это вот по общинникам. Ну, я тебе скажу, это занимаются не только общинники. Такие настроения по всему миру. Ну, я знаю прекрасно. в Америке вообще бункеры строят. В России эти старожки, эти, как их, схроны делают. Как мне рассказывать? Это не только, такие настроения не только среди общественников и общинников. Я даже слышал, что такие настроения существуют среди этих высокопоставленных сотрудников и Следственного комитета, и прокуратуры. Я слышал вот по слухам, что верхушки вот этих вот органов, они тоже об этом думают. На случай чего, насколько мне известно, по слухам, что у кого-то там, где-то там, короче, сделано около 10 схронов, каждый из которых размером с 3 КАМАЗа. То есть 30 КАМАЗов где-то в лесу зарыли. Все готовятся. И все не знают, к чему. Да-да-да-да. Это вот из раздела это, куда мысль, туда энергия. Вот страхи. Понимаете, как это? Фильм «Начало» смотрели, закинули идею. Человек ее скушал, эту идею накрутил. Ага. Потоп, апокалипсис, короче, этот, китайцы там, еще что-то там, американцы. Потоп, морозы, все дела, надо схроны делать, КАМАЗы, продукты и все остальное. Вот представляешь, сколько он энергии туда направил? А ты говоришь, 87. Это вот 87 вот в том направлении сейчас думает. Вместо того, чтобы здесь на местах что-то делать, что-то помогать друг другу. Где эти 87 были, когда мы выходили вот последний раз против концессии выступали? Кто-то из них был на так называемом митинге? Ну, они пока что у меня на связь не выходили, наверное, с месяца уже. Да я уверен, что ХМАУ-то маленький, наверняка с кем-то из них мы знакомы. Но открыто, конечно, об этом никто не говорит. Но факт в том, что когда я кинул предложение народ, кто может, приходите. Был мороз, но не сильный, минус 25 что ли. Не такой сильный мороз для Сургута. У нас сейчас минус 45 на улице. А в минус 25 я кинул сообщение по чатам, из 60 человек пошел только я один. Это что, общинный строй мышления? Я не знаю, как жить в такой общине, когда ты кидаешь клич и говоришь, что это касается всех и каждого. Когда городские тепловые сети хотят отдать в частные руки, и тарифы на тепло вырастут в 3-4 раза. И из 60 человек приходит только один. Это общинный строй мышления? Вот я хочу создать общину, но как? Антон, я так думаю, что в городе просто нереально создать, в любом, даже в Сургуте, Красноярске, нереально создать общину. Реально. Община должна создаваться на земле. Реально. Я вот с теми, с кем общаюсь, я с ними общаюсь с точки зрения общины. То есть ко мне приходит народ, но у меня есть чем поделиться, я делюсь. У тебя там телефон сломался, на мой телефон, я им все равно не пользуюсь, на, держи. Или это, литр меда в придачу даю. Или ко мне народ приходит, что-нибудь дает. Ну, то есть бартером стараемся обмениваться. Тебе там нужна помощь, я пошел, безоплатно помог. Мне тут нужна помощь, придите, помогите. Чем мне община? Нет, община. У меня такой вопрос, но не то, чтобы вопрос, есть там еще по поводу общин такая тема, как земство. Вот тоже интересен вопрос, когда общину строят именно от земства. вот если будет возможность, Антон, у ваших общинников спросите, кто-то с этой темой вообще связывался, и как она вообще работает, если работает. Это первое. Второе, еще хотел сказать, что как раз в Ханты-Мансийском автономном округе, ну, там еще в других некоторых, есть такие так называемые родовые угодья у хантов. На них можно замечательно строить общины, я так считаю. Ну, все зависит от того ханта, который там распоряжается этой землей. Конечно, нефтяники там попирают их всяко-разно, но по крайней мере государство к ним не лезет, это точно. Не-не-не-не, лезет, еще как лезет. Но ханты, они такой народ, они очень не любят, хоть и среди них есть, скажем так, те, которые любят выпить, но есть те, которые совершенно не приемлят алкоголя. И вот иногда раз в два в три года проскальзывает такая новость, что неких представителей какой-то там в нефтегазы добывающей компании ни с того, ни с сего кто-то взял и застрелил. Правильно сделали. Ну, вот они, я так понимаю, приезжают, бурагозят, там что-то, начинают это, как говорится, ни во что не ставить этих коренных жителей данной земли. Да-да-да, именно. У них нервы сдают, они просто, ну, они же постоянно с ружбайками ходят. Я знаю из хантов, ну, раньше знал Юру Вэлла, но он давно помер. Ну, не так давно. Знаю еще Иосифа Сопочина, он как бы считается верховным шаманом Хмау, очень хороший человек, очень грамотный и все такое, но он как бы не особо в теме там этих общин и все такое. Но вот с такими людьми, как Иосиф Сопочин, можно иметь дело. Это очень надежный человек, он не пьет, не курит и вообще здравомыслит. Единственное, что он, да, он иногда употребляет мухоморы, но это, так, это их шаманские практики, это нечто другое. Мы не об этом. Смысл в том, что с такими людьми, типа вот, и ты, как правило, у них там по два-три высших образования, например, этот, который Юрий Вэлла, ты его, наверное, знаешь, он много книжек написал, в том числе на хантыйском языке, сказки писал, издавался в Америке, он известный в мире человек. Ольга про него снимала, как у него фамилия, это, Корниенко. Ольга Корниенко снимала много фильмов про него. Я у него как-то был в стойбище, когда перегоняли там из Янау, перегоняли оленей в Хмау, там, три с половиной тысячи. Это довольно давно было, лет, наверное, с двадцать назад, вот, где-то так приблизительно. И я со всеми с ними перезнакомился, в том числе, там был еще малочисленным народом, конечно, я ее фамилию не вспомню, но его Тимофей зовут. Все они здравомышлящие, нормальные люди, никто из них не бухает, и у них есть родовые угодья. Что интересно, у Юры Вэлла на его родовых угодьях жили семья американцев с маленьким ребенком, жили еще кто-то, какие-то две девчонки, но они, ну, типа этнографы, там, антропологи, как-то так. Они как бы не постоянно, они приезжают, там записывают всякие сказки, там, и прочее. Ну, то есть, занимаются, в общем-то, делом. А американцы там на постоянке жили у Вэллы. Я, правда, сейчас не знаю, как это дело обстоит. Но Вэлла, он очень хитрый чувак был, у него был вот этот вот олень белый, якобы, как бы, президентский олень. И он чуть-чуть, короче, вот, это, обещал Ельцину, ну, блин, раз меня тут так эти притесняют, нефтяники, пожалуй, зарежу я этого оленя и съем. Вот он постоянно стращал, ну, по крайней мере, Ельцину тогда. Это все, что я хотел сказать. Ну, было бы, конечно, интересно с ним пообщаться, но не знаю, никто из вот этих 80 семей из ХМАО, у которых якобы община, и никто из, скажем так, коренных хантов на меня не выходил. Хотя, это, не знаю. Я контакты со всеми ищу. Со мной что-то мало, кто ищет контакт. Именно из ХМАО. Там, по-моему, Владимир тянул руку. Владимир, ты тут? Я хотел предложить, говорю, отпустить Антона. Человек хотел уйти в другой зум. Что мы сейчас одно и то же по кругу гоняем? Да, пойду туда, потому что там уже час народ общается. Давайте, благодарствую за встречу. Если обещан нам информативный потом это какое-то видео или что-то, я думаю, мы получим это. При необходимости, я думаю, мы сумеем еще раз Антон пригласить. Правильно? Вы будете не против, сэр? А? Будете не против? Да нет, конечно. Я не знаю. Заранее сообщайте, где, когда соберете, чтобы я планировал. Да мы здесь собираемся, если что. Добро, тогда мне это, я не знаю, запись у вас идет, да, сохранится. Скиньте мне как-нибудь, я сделаю нарезку, размещу для всех с вашего позволения. Я скину. Добро, благодарствую. Тебя благодарствую. Здравия тебе, Антон. Антон, благодарим тебя за информацию. Спасибо. Добра тебе, брат. Добро тебе, брат. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok